В 20-х числах декабря мы соберемся, как обычно, в Питере и определимся по составу нашей комиссии, ну, так сказать, правительства нашего союзного. Председатель, естественно, будет белорусский, а по распределению портфелей среди министров мы определимся окончательно. Ну, мы обсудили все варианты, все. Россия в связи с предложением Беларуси взяла паузу небольшую, но у нас для этого время есть. Более того, приняли решение, чтобы эти вопросы потом не обсуждать по 10 раз по распределению портфелей, вырвать некий единый регламент и оставить этот вопрос премьер-министрам. Свободное передвижение товаров, услуг, рабочей силы и так далее. У нас по всем этим направлениям имеются проблемы. Этого быть не должно. Мы слышали, президент Казахстана говорил о том, что и внутренняя торговля у нас сократилась, и наша торговля с другими странами, внешняя торговля сокращается. А я думаю о том, что, ну, прежде чем говорить о торговле, допустим, наших стран и Евразии в целом, надо подумать о том, как счастье найти внутри нашего Союза, как сделать так, чтобы мы наибольшую выгоду получили от торговли внутри Союза. А для этого надо снимать барьеры, надо быть обязательными. Я вижу большой интерес к нашему Союзу, и этот интерес, он важен не только с точки зрения, что к нам идут. Важен, прежде всего, с точки зрения, что они нас подталкивают к тому, чтобы быть более совершенными, более симпатичными и привлекательными для другого мира. Ну и что очень важно, вы посмотрите на политическую карту мира. Мы находимся между гигантскими торговыми организациями и странами. С одной стороны, Европейский Союз в США, с другой стороны, у нас Китай и Тихоокеанский Азиатский регион. Это очень развивающаяся группа стран, поэтому нам грех не воспользоваться этим. Для нас очень важно отсутствие барьера и сотрудничество с большим количеством стран. Естественно, мы должны при этом научиться, наконец-то, защищать собственные интересы, собственного товаропроизводителя, собственного человека.